Специально, чтобы люди... О! Для вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Привет! Как вы уже поняли, сегодня у меня в гостях не просто человек, а человек с гитарой. Мой хороший знакомый Саша Колпаков. Саша, поздоровайся с народом. Всем привет, друзья, народ, так сказать, подписчики Гарри. И делаем для вас хороший выпуск. Сколько тебе заняло времени так научиться играть и еще все началось? Игра я начал играть с 7 лет. И занимаюсь профессиональной музыкой и гитарой где-то 15 лет уже, наверное. И родители отвели меня в музыкальную школу по классу классической гитары, где я проучился 5 лет. Потом уже после поступил в музыкальный колледж, где изучал классическую серьезную музыку около 4 лет. После колледжа началась такая бурная, активная концертная деятельность. В общем, с детства. Так что у нас как бы целая династия артистов. Дедушка Александр Колпаков, легендарный гитарист, состуженный артист России. Вот, если кто-то помнит, театр Румен, Николай Сличенко. Александр Колпаков, театр Румен. Лидия, кто из России, кто здесь живет. Вот, дедушка проработал в театре музыкальным руководителем 30 лет. Дядя Вадим Колпаков тоже, его ученик. И у нас как бы с поколения в поколение. Династия. Вот, династия такая артистов. Получается... Так, Саша, расскажи мне про Мадонну. Как это было? Про Мадонну? Ну, я был маленьким еще. Как маленький? Просто был. Это был 2008-2009 год. Вот, я как раз поступал в колледж. Вот, и у них был тур... Ну, как раз год. Больше даже года гастролировались. С Мадонной у них была программа. Такая, ну, дедушка и дядя Вадим. Вот, у них была программа. У них был такой блок небольшой, цыганский номер. Дедушка пел свою песню. Заменитое, Доли-Доли называется. Вот, ну, можно на ютюбе посмотреть. Как оно звучит? Доли-Доли. Ну, загуглите на ютюбе Доли-Доли Мадонны, и увидите сразу первое видео. И, по-моему, говорят, что это был самый такой красочный тур вообще за всю историю Мадонны, когда она гастролировала. Саша, расскажи, какие у тебя проекты сейчас есть что-то, на чем ты работаешь сейчас? Вот, один из основных проектов, это с дядей, с Вадимом Колпаковым. У нас дуэт. Семиструнная гитара, он играет на семиструнной гитаре. Вот, я, так сказать, на обычной классической, на шестеструнной гитаре. В прошлом году выпустили трек, называется «Джипси Бум». Вот, тоже есть на ютюбе, везде на iTunes, на Spotify. Вот, это такой основной проект. Мы выступаем достаточно часто, куда-то выезжаем, какие-то небольшие туры делаем. В конце сентября, в октябре у нас будет тур по West Coast, как бы так, разное. Спасибо, это проект вот с дядей. А вот я видел тебя с девушкой симпатичной, на ютюбе играет, это что? Проект называется «Джипси Фьюжн», певица зовут Карина Ладульсе. Вот, и у нас такой проект, тоже микс цыганской, испанской музыки. Недавно выпустили такой трек, называется «Свит Дримс». Да, это, ну, кавер на разные, это как бы не только одна песня, это пупыри из известных песен, вот, на там минуты на четыре, по-моему, трек. Можете на ютюбе посмотреть, вот, и все. Вот тебе и проект. Чем ты сейчас занимаешься, вот, свободное от съемок время? Столько съемок, да. Да, свободно от работы времени занимаюсь музыкой. Ну, как, у нас, у меня нет такого, что я там хожу на работу каждый день, да, вот, как обычные люди. Как все музыканты. Ну, как все музыканты. Да, к сожалению, сейчас много профессиональных музыкантов, я замечаю, что работают на каких-то других работах. Вот, но у меня, слава богу, получается пока что, пока что, но получается работать по музыке. И, вот, ну, есть несколько учеников также, преподают по скайпу, вот, частные ученики здесь есть. Ты преподаешь что? Гитару. Ну, начальную, или, там, спаниш, джипси, что ты, как люди? Нет, это, так сказать, от начинающих, которые, люди вообще-то не играют, вот. И уже, которые, как я, который купил гитару. Да, кстати, вот, могу научить. И, вот, правит гиггс такое. То есть, тебе можно позвонить, сказать, у нас там день рождения, свадьба, можно вас пригласить, да, и... Конечно, да, если я свободен, ну, если, ну, в общем, можете звонить, да. Хорошо, мы оставим информацию. Слушай, я хочу тебе показать всю гитару, сейчас... Си-си принесу. Слушай, я хотел спросить. О-о-о, кремоно-гитара. Кремоно-гитара. Самая лучшая гитара. Я пошел в гитар-центр, и я, наверное, потратил два часа. Я сидел на каждой гитаре, и я пытался понять звук, вот. И это больше всего мне, по-моему, она была мягкая такая, и в то же время такая звонкая, как бы. Вот, и я остановился на ней. Но вот я уже второй месяц пытаюсь ее настроить. Можешь мне ее настроить? Да, конечно. Вообще, кремоно-гитаре я играю уже, наверное, больше, около... Сколько я начал? Уже где-то лет, больше пяти лет, вот, на кремоно-гитарах. Можешь мне тюнер дать тогда? Это такая штучка, которая настраивает гитару. О, серьезно? Тюнер. А я думал, это такая для селфи, ставить селфи, за снимать. Да, для снимать. Инстаграм-сторис. На электронное? Так сказать, не так сильно она расстроена. Я поменял струны сам на ней. Три. Из тех портика поменяла, знаешь, я поменял, а раз она расстраивается опять. Поиграл пару раз, опять расстроилась. Слушай, не обессудь. Слушай, правильно поставил. Не обессудь. Пошел на YouTube, посмотрел. Да. Да, хорошая, вообще, кремонная. Хорошо звучит. Струны, наверное, плохие, да? Спасибо. Непривычно, но классная, слушай, хорошая гитара. Хорошо. Рекомендую. Теперь только надо забезбирать свою эту штуку. Да. Вот я всегда забоюсь. Надо научиться на ней играть, правда? Угу. Сколько у меня занимает играть, как вы думаете? Это индивидуально все. Ну, смотри, у меня есть ученица, одна очень такая талантливая девочка, маленькая. Она начала, сколько ей было, почти 7 лет. Мы занимаемся полгода, она уже играет. Кстати, это весь такая. Как это делаешь? Как это делаешь? Как это делаешь? Урок, так сказать, в прямом эфире, друзья. Я, кстати, записываю, записал один урок всего на YouTube. Называется, по-моему, Juge Tars, Jipsy Wing Gag. Ну, цыганочка, да? По-русски. Да. Я записал первый урок, и как-то не доходит время, сделал второй, но я сделал обязательно, вот так что делаю. Буду делать скоро много уроков. И вот, как играть румбо-фламенко, так сказать, лайфхак. Очень просто, на самом деле. Ну, если правильно начать. Вот, это получается, ты повторяешь по гитаре. Нет, получается, смотри, вниз, первым пальцем вниз. А, подожди, я закрываю? Да, закрытые струны, да. Вот этим пальцем, как бы вниз. Большим пальцем наверх. И удар. И наверх вот этим пальцем, да. Опять, вниз, наверх, удар. Наверх. Вниз, наверх, удар. Наверх. Вниз, наверх. Нет, наверх большим пальцем. А, ты заметил? Вот. А. Да, вот. И получается движение все. Раз, два, три, четыре. Всего четыре движения получается по движению. Вниз, наверх, удар, наверх. Вниз, наверх, удар, наверх. Попробуем. Вниз, наверх, удар, удар, наверх. Вниз, наверх, удар, наверх. Вниз, наверх, удар, наверх. да и и все просто тренироваться как получается вот медленно лучше сначала медленно играть научиться запомнить чтобы руки запомнили движение от эти все а ты можешь таким стилем сыграть любую вещь конечно какой-нибудь не знаю что современно то что все знают то что все могут релэйт и не современная можно там надо подумать советская советская вот таким стилем сыграть ну давай классно классно саж вот сейчас я это отнесу мы продолжим у меня дубль 9 прощальный саш спасибо тебе большое что ты нашел время меня посетить всегда я знаю что ты занят у тебя записи у тебя клиенте не клиенты у тебя ученик клиента тоже и ученик для у тебя гастроли я на я надеюсь что во первых я тебе желаю прежде чем я надеюсь я желаю что ты стал популярным что все что ты залогу в америке сбор исполнилось и надеюсь что ты будешь что тебя много людей узнают и оцени твой талант после бы включая моих немногочисленных зрителей и давай почаще встречаться в следующий раз я обязательно жену тут будет моя жена да она будет петь цыганские песни делаем швари она романсы любит она цыганские обожает давай почаще видеться и басилем ей подарок спасибо а сейчас я думаю можем исполнить что-то вот пришла идея будем петь вместе с вами и гарри придется тебе тоже что-то исполнить я вообще не пою я продюрил стоит но так сказать на наших концертах и как-то это рядом все поют так что давай попробуем я начну вы все не скажу какая песня вот вы все узнаете и так что подпевать очень И чёрные, очень здоровые, очень стразные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, люблю вас, я не в добрый час. Друзья, а теперь конкурс. Саша принёс сегодня подарок для вас. Это его диск, называется Undercover. Я так понял, ты играешь со своим дядей здесь, да? Да, Вадима Колпакова, мы записали пару, три года назад где-то, вот. И там очень чёрных салитурных. Да, Dark Ice, я вижу, да. Условия конкурса. Вы сейчас прослушали, как у нас был небольшой дуэт, Сашей. Какой там, 27-20 секундный. Ну, уже неплохо было. Да, если бы мы, давайте представим, если мы выступали на большой сцене, вот как есть, как бы вы назвали этот дуэт? Напишите его в comments на ютубе, и мы выберем, наверное, самое интересное название, и победитель получит этот диск. Мы пошлём его по почте. Да, самое такое, можно с юмором какое-то название сделать. Не важно, можно длинное, можно короткое, но самое такое позитивное, и которое отражает наш дуэт. Мы не обидимся. Да, без каких-то обид. Да, хорошо. Обидитель получит этот диск. Ребят, ждём, спасибо вам за внимание, спасибо, что потратили ваше время, посмотрели на нас, и ждём ваших comments, и до новых встреч. Да. Подпишись на канал. Получить здесь подарок. Получим подарок. Друзья, не забывайте ставить этот колокольчик, который там, все так забывают это делать, и тогда будете знать все новости и видео. Спасибо большое. Всего доброго. Пойдём попьём чайку? Да. Пойдём. Спасибо всем. Спасибо.